МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Александр Тюкаев, ведущий сегодняшней программы. И гость в студии, который сегодня со мной, человек, который посчитал, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах он не согласится с тем, чтобы жить в осуждении, и не с тем, чтобы кого-то огорчать и избавиться как можно быстрее от этого, потому что он сам прошел такой жизненный путь и хочет об этом поговорить сегодня со мной вместе и вместе с вами. Евгений Пересветов, приветствую тебя! Здравствуйте! Пастырь церкви... Христианский центр восстановления. Христианский центр восстановления. Москва. Да. Евгений, у тебя уникальная церковь в том смысле, потому что несколько передач я наблюдал за тобой, несколько программ смотрел твоих. Удивительная церковь, нестандартная, потому что у тебя народ в церкви такой интересный. Я когда наблюдал за тобой, смотрел, то я был удивлен и... Как они меня терпят? Как они тебя терпят, во-первых. Во-вторых, какой контингент людей у тебя собран там? Ты как-то так их, не знаю, откуда-то вытаскивал за уши, как ты их точил в церковь. Это такой... Извини, можно такое слово? Употребить такое слово, сброд такой, что ли, это может грубо сказано, но удивительный контингент людей это и бывшие гомосексуалисты, и наркоманы, и проститутки, если так можно выразиться грубо, и кого там только нет. В основном студенты. Да, студенты, да. Что это, Евгений? Это призвание от Господа, или это было такое желание, или ты вообще туда не собирался, в эту область, и так Господь тебя повел? Что это такое? Что произошло? Ой, наверное, здравствуйте еще раз. Большое спасибо, что пригласили. О каждой из категорий, которую вы назвали, можно говорить много часов, и как в каждую из них я попал, и как каждая из этих категорий стала частью церкви. Но, наверное, так правде в глаза, да, действительно, у нас есть бывшие преступники, убийцы, такие достаточно очень тяжелые элементы, очень много таких людей, очень много бывших наркоманов, очень много действительно бывших проституток. У нас есть много женщин, девушек, которые бегут, скрываются от домашнего насилия, много студентов и так далее. Есть бывшие гомосексуалисты. Я не был гомосексуалистом, но как-то это, наверное, единственная сфера, в которой я не затронул своей жизнью. Но, в принципе, вся эта среда, она мне знакома. Я вырос в семье наркомана, я вырос на улице, я вырос в преступном мире, можно сказать, в таком гетто, в подвалах, я всегда говорю, в лучших подвалах своего города. Я думаю, может быть, одна из причин, почему Господь я повел к этим людям, это как раз вот твое прошлое. Там я наблюдал за тобой, значит, смотри, есть такой момент, такой эпизод в твоей жизни, когда это не в твоей жизни, извиняюсь, а в жизни твоей матери. По идее, ты не должен был быть на этом белом свете, насколько я знаю. По-моему, еще в то время дьявол занялся тобой, чтобы тебя не оказалось на белом свете. Да, он хотел меня тогда депортировать. Да, депортировать, да. Это случилось, когда твоя мать хотела покончить с собой. Как это случилось? Как происходило? О, это такая удивительная история, она достаточно длинная. Но я был в кавычках долгожданным ребенком, учитывая то, что когда я рождался, моему папе было 17, уже рождался, моему папе было 17, маме 18 только исполнилось. То есть это были муж, женой, или просто у них отношения были? Я же говорю, запланированный ребенок. То есть это была случайность. Вот. Ну, как случайность, вы понимаете. Да, да. И мою маму многие родственники, она была воспитанной девушкой, просто влюбилась в такого короля города, как его тогда называли, моего папу. Вот. И, в принципе, многие родственники просили ее об аборте. Кто-то просил, что уже ладно, рожай, мы его заберем. и так далее. И ее достали уже этими просьбами. Ну, молодая девчонка, ее напугали, ей только 18 лет исполнилось. И она была уже, по-моему, на восьмом месяце беременности. Она шла домой поздно вечером. И настолько ее достали, что она бросилась под грузовик. Она бросилась под грузовик, и... Ну, слава богу, за скорость тех грузовиков, 82-й год уже. Вот. И он ее едва оттолкнул, на самом деле. Вот. И, слава богу, как бы обматерил ее мать мою. Вот. И послал ее дальше. Вот. Рожать меня. И, в принципе, я родился, ну, получается, чудом. Но это не только это. Через месяц нужно было рожать. И моя мама меня не выпускала на свет. Она не очень понимала, что такое роды. Терпела до последнего, потеряла сознание. Вот. И пролежала почти сутки в закрытой квартире. Я уже рожался, я должен был умереть. Короче, три дня почти я рожался. Вот. И случайно буквально ее нашли. Соседка проходила, потеряла мир. В сердце что-то я Валю давно не видела. Вот. Постучала, никто не отвечал. Она в наглую открыла. А там мать давно без сознания. Давно я уже почти вышел. Вот. И это было кошмарно. Вот. Но бог помиловал. И мама жива, и я оказался жив. А в это время отец где был? А в это время отец гулял, гулял, он не очень понимал, что происходит, и при чем здесь сын, и семья, что это такое, и так далее. Он уже в принципе начинал употреблять наркотики тогда, и это было 82-м, 84-м уже начал употреблять наркотики. и в принципе в семью, как семью, он осознал, что у него есть ребенок, уже когда, ну, мне было 4 года. Вот. И мы у нас соединились, как семья. Росты парнем, знаю, что ты вырос до 13-летнего возраста, и в твоем сердце... так много обо мне знаете. У тебя было такое желание огромное как-то навредить потом своему отцу, вплоть до того, что ты готов был его убрать с этого света. Это было правда, так? Мой папа начал употреблять наркотики, как я сказал, когда мне было два года. В 84-м году мой отец стал наркоманом. Одним из первых наркоманов в нашем городе, может, если не первым. И, конечно же, наркомания, это не просто попробовал, что-то покурил. То есть он сел на тяжелые наркотики. Вот. И, конечно, это превратило нашу жизнь в ад. Он употреблял наркотики постоянно, и это дома наркопритоны, потому что мать старалась как-то заработать. Я всегда говорю, мать героиня и отец героин. Потому что она работала на двух-трех работах. Да. Пыталась нас обеспечить, как-то меня обеспечить. Он кололся, я видел, как страдала мать. Конечно, много больше психологического какого-то такого ущерба, наверное, он принес мне, он принес матери. И я все детство страдал этой СССР. И мне все время орали, твой папа наркоман, враг народа, мы были асоциальной семьей. то есть есть доска позора. То есть мы больше к этому контингенту относились. И это все, конечно, отражалось на мне. И, наверное, пришло время, когда я могу дать отчет себе, что я возненавидел отца. То есть я действительно, я помню, когда мне было, да, мне было лет 13, наверное, когда я просто мечтал, у меня появилась мечта, что, когда я вырасту, я найду дом где-нибудь, я его туда отвезу, фрикую его наручниками, вот, и пусть он там сгниет. Вот так вот я рос, вот в такой вот ненависти какой-то и злобе, но по отношению к тому, как он себя, ну, то, что он делал с нашей жизнью, с жизнью моей, жизнью матери. Что произошло, когда, когда вот это вот, как я начал программу, сказал, что ты принял конкретное решение в своей жизни, что ты отказываешься от этого, от этой злобы, ты решил простить своего отца, вот, и как-то примириться с ним, это уже было сложно было сделать, правда? Я не думал, что это вообще когда-либо может быть возможным. Когда мне было 8 лет, я начал курить, в 9 лет я впервые попробовал алкоголь, с 11 лет я простите за выражение бухал. То есть я уже, то есть конкретно пил алкоголь, водку и до 15 лет я четырежды лечил только печень. Я лежал, наверное, раз в 10 в больницах, но четырежды я лечил печень от отравления алкоголем. С 11 до 14 лет. Вот. То есть я почему об этом говорю, потому что где-то внутри у меня даже было право пустить свою жизнь под откос, и ведь я сын наркомана, если я стану наркоманом или каким-то криминальным элементом, которым я уже становился на тот момент, люди поймут. Потому что мой папа наркоман, мне в жизни не повезло, понимаете? Ты себя этим оправдывал в какой-то смысле. Конечно, конечно. У каждого есть свои оправдания, и у меня тогда, в подростковом возрасте. Вот, я его ненавидел, я его стыдился, вот, мне было жалко мать, я очень всегда боролся за мать, я ее очень любил. Он никогда ее не бил, но я видел, во что превращается ее жизнь, потому что она очень сильно заболела, она стала инвалидом, она смертельно заболела, когда ей было 29, мне было 11, он как раз вот, она заболела, у нее был, у нее лопнула сетчатка коры головного мозга, и все, ее положили насмерть, умирать дома, потому что это не лечится, ей дали три месяца буквально жизни, вот, и это долгая история, если хотите, мы позже о ней поговорим, вот, но отвечая на ваш вопрос, где я взял силы простить, конечно, я никогда не думал, что это возможно, простить отца, наверное, справедливости ради нужно сказать, что я до сих пор с ним знакомлюсь, вот, да, потому что мы были жутко чужие люди, и, и с его стороны, и с моей, конечно, стороны была, ну, не берлинская стена, была просто китайская, наверное, длиннющая, огромная стена, которую я никогда не хотел разбирать, вот, а как я его простил, и почему я его простил, в 15 лет я уверовал, нет, я его не простил, но впервые я услышал о том, что я должен простить, да, смотри, а в этот момент, если в двух словах, каким образом ты уверовал, что повлияло, с кем ты встретился, кто пересекся на твоем пути, где это было? Когда моя мама умирала, мне было 11 лет, это молодая девушка, 29-летняя, красивая женщина, весом, может быть, 65-70 килограмм, похудела за месяц, даже меньше, до 33, это такой Кощей, как вот Бухенвальд, то есть, вот, как показывают в лагерях, в концлагерях, вот абсолютно Костя, еще зеленого цвета, вся, ну, она лежала, с трудом говорила, вот, это постоянная кровь в мозг, по чуть-чуть, вот, и, я смотрел на это, отец был в тюрьме, мне было 11, и я вспомнил, что у меня на пятом этаже, мы жили на девятом, есть одна женщина, интеллигентная, сектантка, как многие ее называли, но мне было плевать, мне было 11, я знал, что она верующая, и я видел, что она порядочная, я видел в ней свет, я не знаю, почему, но я прибежал к ней, была протестантская, верующая, я прибежал к ней, я позвонил, звонок, она открыла, и, она говорит, Женя, что случилось, ну, почему ты пришел, я говорю, моя мама умирает, мой папа в тюрьме, пожалуйста, научите меня молиться, чтобы моя мама не умерла, она не была из тех деноминаций протестантских, которые верили в сверхъестественное исцеление, но тем не менее, она не могла отказать ребенку, который верил, тогда мы начали молиться, она пыталась всячески, мне кажется, съехать с молитв, она больше мне показывала какие-то библейские истории, но я всегда их выслушивал с трудом, чтобы в конце мы обязательно помолились за маму. Через какое-то время, я понял, мать не умирает, и не становилось лучше, но она и не умирает, смерть откладывали всегда, я понял, что смерть откладывается, я ушел снова в запой и все остальное. Подожди, в тот момент тебе было? 11. В запой? В запой, да. Я уже конкретно очень много пил, но маме становилось лучше. Ее даже выводили на улицу, там с такой инвалидной штукой под руки, и мама встретила эту женщину спустя там полгода, наверное. И эта женщина ей сказала, говорит, Валя, а ты, тебе Женя говорил, ну, что почему ты жива? Она знала, что верующая, говорит, ну да, все, слава Богу, там, она говорит, нет, ты конкретно знаешь, в чем дело? Она говорит, нет. Она говорит, ты знаешь, что все лето, вот она, с мая, вот, у нее началась болезнь, и она говорит, все лето, он, все каникулы, мы промолились за тебя у меня дома, за твое здоровье, за твое исцеление. Маме стало стыдно. Она внучка православного дьякона, и он всегда учил ее о Боге. И она в самый тяжелый момент своей жизни не подумала о Боге. На смертельном Андре, она не подумала о Боге. В 11 лет ее сын прибежал и молился. Мама начала искать Бога. Через пару лет, наверное, она пришла в протестантскую церковь. Это было странное место. На 100% состоящее из бывших наркоманов. В нашем городе, это Киевская область, Борисполь. Это я оттуда родом. И маме было все равно, как это называется, там бывшие наркоманы, а папа до сих пор в сумасшедшей зависимости. И когда она пришла туда, за нее молились, и она полностью исцелилась. Я видел это. И внутри я понимал, что я тоже когда-то приду к Богу, потому что я его должник. Но к 15 годам моя печень совершенно отказалась принимать алкоголь. И я заканчивал 9 класс. И все, у меня была непереносимость алкоголя. И я заказал впервые уже наркотики. Был последний звонок, 25 мая. Мы заказали с друзьями героин. Они много уже употребляли наркотиков. Я нет, потому что мой папа наркоман. Я зарекся, я никогда не буду употреблять наркотики. Но как-то жить надо, а ведь алкоголь не принимается. То есть один выход наркотики. Но 21 мая за 4 дня до этого я пришел случайно на собрание церкви. Я знал, что там мамы нет. Поэтому как-то я стеснялся при ней. Я пришел посмотреть на своего друга. Он сейчас пастор в Праге. Потому что мне было интересно, как этот парень даже не курит. И мы пришли, за меня помолились там. 24 числа? 21-го. 21-го. Да. И 21-го числа, это была среда, вечером я преклонил сердце и навсегда отдал свою жизнь Богу. И не попробовал наркотики? Героин не попробовал. Героин не попробовал. Аллилуйя. Аминь. Сто процентов. Сегодня помогаю другим его не пробовать. Это я бы попробовал освободиться. Здорово, здорово. Кстати, отец твой сейчас в полном служении находится, да? Или в служении находится? Мой папа 8 лет назад дошел до ручки, он заболел спидом, туберкулезом, он умирал. Вот. Он пришел в САПС абсолютно. Ну все, он умирал. Вот. И Бог уже, я не знаю, как это произошло, потому что сегодня это абсолютно другой человек. Есть, ну я как пастор могу сказать, что я видел, как тысячи людей меняются. Но этот человек не изменился. Да, ну вот момент, Жень, момент вот этот, когда ты все-таки отпустил, просил, отца отпустил, скажем так, вот, примирился с отцом, что это произошло? Вот после того, как ты уверовал, да, получается? Вы знаете, я думаю, что многие из нас не понимают, что такое обида. Обида это не просто так. Библия говорит, что это очень коварная, а может быть, самая коварная штука. У каждого человека есть право обидеться. Каждого из нас обижали. И многих из нас обижали несправедливо. Многим из нас, когда мы пытаемся утвердить свою правду, потому что обида, она строится на таком ложном чувстве утвердить справедливость. Я имел право обижаться на отца. Он угробил мою жизнь. Я имел право его ненавидеть. Но когда я уверовал, я почувствовал, что у меня больше нет этого права. И это странно, но и даже несправедливо. Но мне хотелось утверждать свою справедливость. Мне не хотелось строить с ним отношения. Мне не хотелось его прощать. Хотя я начал за него молиться. Но как-то, знаете, я так заметил, многие тоже так молятся. Я, конечно, молюсь за него, потому что Бог хочет, чтобы я за него молился. Но, надеюсь, Бог на адекватный. И он не будет его спасать. Да. Потому что его место в аду. Да. И просто так же ад создан. Он создан справедливо для таких людей, как мой папа. Вы, если вы нас смотрите, вы должны понимать, что обида это очень тяжелое приобретение. Приобретение. Теперь послушайте. К сожалению, вот это то, чего не понимают люди. И я мало встречал. И скажу так. Когда люди понимали ту мысль, которую я сейчас скажу, я еще не слышал человека, который не смог простить даже самое жуткое. Кто такой обиженный человек? Обиженный человек это лишенный человек. Это человек, которого чего-то лишили. Ну, например, если я вас там оскорблю сейчас, ну, как-нибудь там, назову вас как-то неприлично, да, я отниму вашу честь. Я вас лишу. Многие обижены, у них их лишили денег, кто-то обижен, его лишили внимания, его лишили достоинства, чести. Это лишенные люди. Мы обижаемся, мы радуемся, когда нам дают, и обижаемся, когда у нас отнимают. Обида это лишение. Ну, вот так вот мы чувствуем. То есть, что у нас забрали. Например, мою жену, она пережила большую трагедию в жизни. Когда ей было 12 лет, ее изнасиловали. Ей причинили кошмарную боль. У нее отняли достоинства. Она имела право обидеться. Она обиделась тогда и на Бога, и на все на свете, на весь мир. И я думаю, имела право, потому что у нее отняли. Но на самом деле обида это приобретение. Самое худшее приобретение, которое вы и мы все вместе взятые можем приобрести в жизни. Это приобретение зла. Это наличие чего-то. Обида это наличие, это не лишение, это приобретение. Это когда я беру в свою жизнь и в свое сердце и приобретаю зло, которое начинает меня менять. Которое меняет мою сущность и мою жизнь. Если вы позволите, я напомню вам одну историю в Библии. Помните о Весоломе? Есть такое. Этот парень неугомонный, справедливо обиделся на своего отца. Он наказал своего там сводного, ну, короче, брата за насилие своей родной сестры. Да. Долго на него обижался. Два года там замышлял смерть. Наказал. За что был наказан отцом. Если вы помните. Да. Теперь, что произошло с Авесоломом? Он обиделся на своего брата. Было за что? Он изнасил его сестру. Справедливо. Справедливо. Но, то есть, у него, у его семьи лишили достоинства. На самом деле, он все время чувствовал себя лишенным. Поэтому хотел получить назад свое достоинство местью и непрощением. Хотя уже не вернешь, в принципе, да. А как уже ты вернешь? Но всегда мы чувствуем, что вернешь. Потому что, если накажешь, то вернешь. Но это ложь. Теперь, что происходит с Авесоломом? Он не прощает, Амнона, по-моему, да, его звали. Он не прощает своего сводного брата, таит в себе обиду на насильника. Я хочу, чтобы вы запомнили сейчас. Вот просто на секунду. На насильника. его наказывают несправедливо, но окей, он уезжает жить в другой город, не может найти душе покоя. Он обиделся на отца, потому что отец его наказал. Хорошо. Отец его простил, если вы помните. Правда, он зачем-то сжег поле человеку, который должен был там, ну, короче, он сходил с ума. Отец говорит, хорошо, я его прощаю. Он добился, чего хотел? Нет. Как нет? Его же простили. А, ну, в этом смысле, да. Но вы правы, нет. Нет, нет. Он приезжает в Иерусалим и начинает требовать, чтобы его сделали митинг, ну, встречу с его отцом. Да, с отцом, да. Он обещал до этого, что сердцу нет покоя, потому что он обижен уже на отца теперь. И если он с отцом встретится, все, все проблемы решил. Обязательно. Но вы помните, что произошло? Он добился встречи с отцом? Добился. Добился. Почувствовал ли он мир в сердце? Не почувствовал. Нет. Он был уверен, что если он убьет Амнона, он почувствует мир. Да. Он был уверен, что если он вернется в Иерусалим, он почувствует мир. Он был уверен, что если он увидит лицо отца, и его посадили за стол с отцом, да. И что он начал делать? Начал забирать. Он начал пропагандировать против отца? Против отца, да. А помните, чем это закончилось? Он стал насильником. Насильником. Он начал насиловать жен Давида в палатке. Точно. На виду всего Израиля. Он превратился, друзья, в того же, на кого он обиделся. Обида — это приобретение. Обида — это то, что я получаю. И то, что трансформирует и меняет меня изнутри. Это мой груз. Это то, то, что я получил и превращаюсь. Однажды говорил с одной женщиной. Она говорит, пастор, помогите. Говорит, я все время ненавидела мать за то, что она на меня орала. У меня трое детей. Они запуганные до смерти. Потому что я не помню, когда я последний раз не разговаривал с ними криком. Я превратилась в свою мать еще хуже. Потому что она была обижена. Мы превращаемся в того, на кого мы обижены. Хорошо. Хороший. Хороший. Ну, хороший. Я имею в виду хороший пример. Все это хорошо. Как? Вот представьте реальная ситуация. Да. И таких людей сейчас около экрана сидят очень много. Которые живут с обидами. Они не обращают на то, что когда они обижаются, когда они замыкаются в себе, они только наносят себе вред. Хорошо. Вот твоя камера. Окей. Разговаривай с ним и расскажи ему, как что ему принять. Или вот раз, два, три. Что он должен сделать для того, чтобы выйти и просить. Просто сказать прости, Женя. Очень просто сказать. Но с чего я начал программу? Что ты был в той ситуации, твоя супруга, она была, я не знаю, она, по-моему, это еще в худшей ситуации. А если я хорошо вспоминаю, от кого она это пережила, твоя супруга, это должно быть еще намного больнее. то как вы с этим справлялись? Как вы из этого выходили, Женя? Это же очень сложно. Это не просто кто-то тебе что-то сказал. Это прожить с твоим отцом, который над тобой издевался или над твоей матерью издевался. Ну, в том смысле издевался. Да, я понимаю. Или твоя супруга, над которой надругались. Это серьезная вещь. Это не просто тебе грубое слово сказали. это не на ногу наступили. Это не просто тебя обидели. Не просто у тебя машину отобрали или дом сожгли. Это отняли честь. И тем более в 12-летнем возрасте. Я, насколько помню, твоя супруга сегодня очень счастливый человек и она несет служение мощное в Господу. Вот, пожалуйста, разговаривай с такими людьми. Когда вы сейчас меня смотрите и вы вспоминаете человека, на которого вы обижены, человека, который оскорбил вас, причинил вам боль. Во-первых, вы должны ощутить и понять правду ваших ощущений. Вам кажется, что у вас забрали. Вам кажется, что у вас забрали жизнь. Вам кажется, что у вас отняли честь, достоинство, ну, все, что вы хотите. Но это неправда. Вам дали. вам дали боль и зло, которые вы приняли. И вот сейчас обижайтесь на меня, я не знаю, как хотите. Мы говорим об обиде, поэтому не имеете права обидеться. вы полюбили это. Вы сделали это частью себя. Когда я узнал о том, что произошло с моей женой, она поделилась со мной абсолютно случайно, она не хотела это рассказывать. Когда я об этом узнал, это стало для меня вызовом. Она уже будучи твоя жена была, а не подруга? Нет, нет, перед свадьбой. Перед свадьбой. Это было перед свадьбой, и для меня это стало вызовом, что она будет счастливой женщиной. Но я понимал, что она не может стать, не сможет стать счастливой женщиной, пока не станет свободной. И я не акцентировал, чтобы она, если вы хотите простить, забудьте о тех людях, на кого вы обижены. Потому что, к сожалению, многие, даже проповедники, которые советуют нам или учат нас о том, чтобы мы простили, они говорят, вспомните сейчас того, на кого вы там обижались. Нет, забудьте об этом человеке. Во-первых, запомните, обида, это не значит полюбить этого человека. Обида, это освободиться, попрощаться с этим человеком. До свидания. Перестать о нем думать, стать свободным от этого человека. К сожалению, мы как верующие люди, простите за то, что я сейчас скажу, но мы перебарщиваем в вопросе любовь. Мы должны любить весь этот мир. Ну, конечно, мы должны любить весь этот мир. Вы любите, например, какого-нибудь Ксению Иванова. Да, вы его не знаете. Ну, а если узнаю? Ну, как вы можете его любить? Ну, давайте будем честными. Я должен любить ближнего своего. Я не могу любить, не знаю, Дональда Трампа. Я его не знаю, кто это такой вообще. Ну, президент USA и все. То есть, я не могу его любить или ненавидеть. То есть, ну, это левый какой-то человек для меня вообще. Но Иисус сказал, когда ему подошли и сказали, что, а что, кого нам нужно любить? Он говорит, ближнего люби, как самого себя. И он спросил, а кто такой ближний? да, да. И он привел все равно человека, с которым встретился, с которым ты пересекаешься в жизни. Поэтому не перебарщивайте в этом смысле. Это раз. Во-вторых, вам должно стать омерзительным то, что вы получили от того человека, на которого вы обижены. Как Ависалом. Он получил, по сути, заразился насилием от насильника из-за обиды на насильника. Он перестал это контролировать. На практике вы должны почувствовать не то, что вы лишенные, а то, что вы приобрели зло, которое храните в сердце. Отделите себя от себя это зло. Точно так же, как мы отделяем от себя грех или все, что-то плохое или нечистое. Вы знаете, когда вы поймете, что я сейчас, почувствуете, что, Боже, я действительно связан с этим человеком. Когда-то своей жене я сказал, это было грубо, но она уже была готова к этому. Я ей сказал, Оля, хватит, хватит и хватит. Вставай с этой постели. Хватит спать с этим мужиком. Постоянно думает об этом. Постоянно думает о нем. Постоянно об этом. Хватит. Давай поживешь со мной. Забудьте. Первое, что я скажу, это забудьте. Я понимаю, и вы правы, когда от вас требуют прости, отпусти и все остальное. Забудьте сейчас вот эти слова, прости, отпусти. Не надо. Просто забудьте об этих людях. Забудьте о том, что вам причинили. Как это просто сказать? Ну, вот просто взять и забыть. Он же такое вот для меня сделал. Да, отец вот такое для меня сделал. Да, этот мужчина сделал вот такое для моей жены и такое с ней. Но вы должны подумать о себе сейчас. Не о нем, а о себе. Вы должны стать свободными, счастливыми. И этот человек не достоин, чтобы вы думали о нем, жили с ним и были эмоционально с ним связаны. Освободитесь. Когда я это понял, я испугался. Я испугался, что превращусь в своего папу. Вот, простите, но вот, что мне помогло. Я понял, что если я его не прощу, я в него превращусь. Потому что обида это духовная и эмоциональная связь с этим человеком. а я не хочу ее иметь этой связи. Поэтому я простил. Я первым пошел на примирение, на контакт, на отношения. То есть, начал таять лед. Его это растопило. И сегодня нужно отдать должное моему папе, потому что это абсолютно новое творение, которое сегодня намного больше делает шагов ко мне, чем я к нему. Даже и по времени, и в жизни, и так далее. То есть, он, он, то есть, я, я должен это признать, что за последние несколько лет, ну, он в десятки раз больше мне сказал, что он меня любит. Он в десятки раз больше, наверное, обо мне молился. И я это знаю, и так далее. Мой папа. Вот, я делал какие-то первые шаги. Потому что я не хотел превратиться в него таким, какой он был. Не превращайтесь в этих людей. Хорошо, Жень, но все-таки ты так очень просто рассказал. Ну, смотри, ведь у твоей жены это была ужасная травма. Да. Это же, это же не просто, не просто сказать, это же на эмоциональном уровне. Да. Ты этого не хочешь, ты этого, может быть, даже и не, и не, и не, и не лелеешь в себе. Может, ты не хочешь про него думать, но оно по неволе приходит. Что, что скажем, таких, я знаю, очень много сейчас нас смотрит, но, слушай, Я скажу словами моей жены. Вот, что было, что было таким переоборотным моментом, потому что это все-таки психологическая травма была еще, кроме. у нее был я, и я явил ей любовь. Вот этот момент, как раз я хотел ее услышать, да. Я стал... Какую роль ты сыграл в этом, да, в этом плане. И это не просто мои там слова о себе, это ее слова, это действительно мое решение, и для меня это большой комплимент, что сегодня она об этом тоже говорит, потому что я ей сказал, ну, я ей не сказал, я ей показал, что я ее люблю, я ей доказал, и я относился к ней, как к ребенку. Например, это отдельная тема воспитания детей, но очень много верующих людей, они воспитывают детей очень странно, своих верующих детей. Они заставляют их учить Библию с детства, они там заставляют их молиться, и они получают верующих детей в детстве, и не верующих, когда они вырастают. Вот, но на самом деле, есть и главное, как мы можем сделать детей верующими, это показать им любовь. Потому что Бог есть любовь. Если мы всем сердцем любим детей, мы показываем любовь отца. Все, или любовь матери, или любовь Бога. Потом, когда они вырастают, они переключаются, мы их переключаем на любовь к Богу, и они понимают, фу, Бог еще больше любит. Поэтому то же самое произошло и в нашей жизни с женой. Я любил ее. У нее были очень тяжелые отношения к Богу на тот момент. Она была верующая, она из верующей семьи. Вот, но тем не менее, то есть у нее было очень такое осторожное отношение к Богу. Но позже, она почувствовав любовь, она простила. Она поняла, что вот этот дядька, который там ее когда-то зверски изнасиловал, ну, это чужой элемент, которого ей просто жаль в жизни. Вот, и она открылась к Богу, и уже Божья любовь прорвалась. И она абсолютно стала свободной. И сегодня она создала дом-убежище для женщин, которые бегут от насилия, от домашнего насилия, которых бьют, и они бесплатно скрываются со своими детьми в этом большом доме. Там около ста женщин и детей сейчас, которых моя жена создала для них. И она помогает спасаться от насилия. Она превратилась в освободителя от насилия, а не в насильника. Да, если бы она замкнулась в той ситуации, если бы она осталась... Она бы сейчас проявляла бы насилие, психологическое, она не стала бы сексуально насиловать детей, меня, близких. Она бы превратилась в какую-то стерву, которая злая на весь мир, ужаснейшую жену, потому что ее когда-то изнасиловали. А на самом деле, потому что она взяла горе и зло насильника, поселила в себя, и теперь насилует меня, психически и психологически, и то, как ведут себя многие жены. Сейчас я знаю, она потрясающий служитель. Вы вместе где-то... Я там просмотрел один момент. Ты говоришь, что для семьи есть призвание Господа. Нет, не так, а цель Господа. Для каждой семьи есть от Господа цель. Ты почему-то не соглашаешься, что дети – это тоже цель, может быть. Конечно. Воспитание детей – это цель. И все. Как бы... И все. Ну, не соглашаюсь, да. Да, кто-то замыкается вот на том, что это мои дети, это моя цель, я должен их вырастить, я должен их... Да, я категорически с этим не согласен. Да, ты с этим не согласен. Хотя кто-то говорит, извини меня, я для того здесь, чтобы родить от того же самого Моисея или Илью, или еще кого-то. Ну, опять, это нелогично. Если моя цель – воспитать детей, то их цель – воспитать детей. А их цель – воспитать детей. То получается, наша цель – это просто друг друга воспитать. И? Для чего? Для того, чтобы еще кого-то воспитать? Но тогда мы должны признать, что эволюция – правда. Простите. Господь имеет цель для каждого из нас, для каждой семьи. Абсолютно. Уникальную, прекрасную цель. Я с этим 100% согласен, я это разделяю. По вам это видно. Да, Господь нас употребляет для своей славы, имеем цели, ставим их. Евгений, вот смотри, служение у тебя в центре Москвы. Прямо в центре Москвы. Наше богослужение. Да, где-то богослужение. Слушай, потрясающее количество людей с такими подобными судьбами. Каким образом вы их достигаете? Что происходит? Вы сидите в здании своем и кричите, не знаю, какие способы есть. Интернет, может быть, или ты за кафедрой просто говоришь. Ребята, приходите. Или вы где-то выходите в город, проповедуете, тащите их, привлекаете. Как это происходит? Ну, во-первых, это не свое здание, мы, да не разопнут меня наши телезрители. Мы собираемся в действующем ночном клубе нашего города. С субботы на воскресенье там происходит... Вы слышите, действующий ночной клуб, церковь... Христианский центр восстановления. Христианский центр восстановления. Да. В правильном месте, где-то находится? В абсолютно идеальном месте. Храм Христа Спасителя, Кремль и посреди неба. Я о том, что ночной клуб и центр восстановления. Наверное, туда люди... Может быть, с этого клуба как раз ночного клуба... Очень многие говорят, я здесь уже был, да. Поэтому мы собираемся в действующем ночном клубе. С субботы на воскресенье там проходят свои мессы. То есть, ну, проходят движухи разные там и так далее. Вот. Они все заканчиваются в 6 утра. Вот. И в 8 утра приходит уже молитвенное собрание. Два часа открывает там небо, разгоняет тучи. Вот. И у нас несколько собраний проходит в этом ночном клубе. А мы церковь целенаправлена для молодежи, молодых семей. Это не значит, что туда запрещено приходить старшему поколению. У нас есть прекрасное. Также служение. Мы называем это церковь надежда. Это для наших родителей. Они кто-то приходит на общее собрание. Кто-то у них в отдельном собрании. Вот. Но как миссия нашей церкви и смысл, мы считаем главный смысл нашей церкви, это завоевание и спасение погибающих людей в этом мире. Я считаю, что церковь, которая ушла от главного послания и поручения, которое дал нам Христос, завоевывать, идите, научите все народы, да, буду говорить прямо, она обречена на вымирание. Простите, но это не мои слова, это история. За 2000-ю историю церкви сотни тысяч церквей начинались и умирали. И умирали они по той причине, что, боже мой, сейчас вообще меня убьют. Я считаю, Богу они больше не нужны. Почему? Потому что туда больше не приходят люди, которые нуждаются в спасении. Такое впечатление, что ад перестал существовать, когда эта церковь появилась. Мы не можем себе это позволить как церковь. Мы открыты. Мы называем, что мы церковь для грешников. Поэтому церковь должна быть для грешников. Кто же еще туда должен приходить? Поэтому мы открыты. И поэтому туда приходят вот разные контингенты. Очень много приличных на самом деле людей. Очень много неприличных людей. Они все туда приходят. Второй момент. Я открыл международную семейную академию. Это академия семьи для верующих и неверующих людей. В нашем мире отсутствует семейное образование. Но у нас, как у верующих людей, по крайней мере в нашей церкви, оно есть. И это не просто почитал Библию и понял заповедь. То есть мы очень много целенаправленно учим. Отдельно мужчин, отдельно женщин. Вместе семейные пары учим молодежь. Больше 10 тысяч студентов прошло через нашу сейчас семейную академию. Сейчас она открывается в Америке, она открывается в Европе и так далее. И через эту академию люди приходят. Они приходят на уроки академии. Понимают, что, ребят, а где это еще можно? Мы им намекаем, ребят, это вообще-то как бы в церкви бесплатно. И очень много семей, молодежи, они приходят на служение, они приходят в церкви. Тем более у вас особый контингент людей, которые не так обработаны, скажем, как мы, христиане. Мы знаем примерно ценности, да, христианские, там, все такое. Но мы тоже христиане. Ну, я имею в виду, я имею в виду людей, которые приходят к вам, которые обращаются к Богу. У них свои стандарты, у них свой взгляд на семью. В России, сколько там, 80% по-моему, живущих в гражданском браке, если так сказать. Очень много. Да. Поэтому понятие, как семья или брак, это вообще размытое понятие. Я иногда смотрю некоторые программы, я удивляюсь, насколько люди до того потеряны в этом понимании семья, да. Четвертый, пятый брак, они этим кичатся, хвалятся, как-то это выставляют. Для меня, я приходил просто в недоумении, как можно, и сидят эти эксперты, понимаешь, пять раз женатые. Да, это мои коллеги. Да, да, какие-то там речи толкают о семье, и думаешь, ну, слушайте. Мир сходит с ума, да, но люди должны завидовать. Да. Евгений, смотри. Нам, как верующим. Да. У тебя в семье есть особый контингент людей, я не знаю, как их много, но я тебе упоминал. В церкви. В церкви, да, которые имели гомосексуальную зависимость когда-то, да. И из твоих слов, ты говоришь, что на 95% в основном это эти люди, которые пережили какую-то психологическую храму. Над ними издевались, может, изнасиловали, еще что-то. Да, в разной степени на 95% это люди, которые пережили проблемы с отцами. Либо были без отцов, либо жили с игнорирующими их отцами, либо жили с отцами-тиранами, что очень сейчас распространено и в христианской среде. Потому что многие отцы воспринимают слово отец или муж по-советски, а не по-библейски. Живет некий такой Брежнев, который когда-то жене говорил, что он ее любит, он два раза не повторяет. Дети тоже должны сидеть, молчать, молиться и так далее. То есть такой Брежнев советский сидит, абсолютно, Бог точно не такой. Я это уверяю вас, как многие и традиционные, и нетрадиционные конфессии, если многие мужики возобнили. Бог любящий и так далее. Вот, поэтому вот в разной степени, поэтому когда я говорю, что психологические травмы, это не всегда насилие. Вот, но иногда и насилие. То есть, но сейчас, чаще всего, это росли без отцов. Или, простите, но факт, дети военных, дети политиков, дети каких-то таких грубых отцов, ну, которые вот, вот, которые не очень обращали внимание. Сделал ты вывод, вот, когда ты говоришь о этих людях, ты сделал вывод, это что, безотцовщина, невнимание отца, или ребенок не мог поговорить с отцом, или как, или что, или он когда-то хотел иметь отца, который бы любил его, который бы с ним поговорил, который бы с ним пообщался, может быть, где-то приласкал, обнял. Вот этого не хватает, или что? Когда мы говорим не просто за насилие, а когда мы говорим о таких именно людях. Да, именно об этом я и говорю. Я говорю о внимании отца, дружбе отца, нежности отца, физической нежности отца, обнимашках, целовашках отца, о комплиментах отца. Это из слов этих ребят всегда, ты сейчас говоришь? Нет, это я уже говорю как по факту, как, к чего им не хватало. И они все это подтверждают. Многие из них никогда не слышали от отца, что он их любит. Потому что даже в христианской среде, особенно наши вот многие такие более консервативные верующие, которые из советского, постсоветского пространства, вот, они же очень многие похожи на вот этих вот советских, под этих бюро, то есть, ну, вот такой вот, знаете, ну, отец, то есть, я сыну не скажу, что я его люблю. А почему? Пускай растет мужиком. Пускай растет мужиком, да. Он вырастает геем. Почему? Потому что любой мужчина, как и девушка, как и девочка, ну, дочь и сын, любой сын, он имеет право на любовь отца. А я его люблю. Пусть просто вот эта нежность и телячь, и вырастет не мужиком. Как раз вот он и вырастет с дефицитом любви и найдет себе мужика, который восполнит этот дефицит. Если вы не целуете сына, ну, конечно, ему когда-то захочется поцеловаться с мужиком, не потому что интересно. Он просто от природы, вложенной Богом, чувствует желание, нежности, любви, ну, мужчины. Потому что вы должны, мы должны ее дать. Я говорю своему сыну, ну, о том, что я его люблю каждый день. Ну, как минимум два раза. Ну, если утром я его не увидел, ну, точно один раз на ночь. Это приказ. Ну, он точно знает уже. Потому что отец вчера мне говорил, позавчера мне говорил. Всегда. Потому что мы его... Я это говорю, я его целую обязательно. Я его обнимаю много раз в день. Я обязательно провожу с ним время. Хотя бы 10 минут. Я очень занятой человек, но хотя бы 10 минут в день я должен вот так сесть и в глаза, в глаза поговорить с ним. Он должен почувствовать, что есть папа. Вот чего им не хватает. Вот эти ребята, которые, наверное, бывшие и девчонки. Девчонок больше даже. Да. И сейчас они в полноценном служении. Да, они служат Господу. Их это не беспокоит абсолютно. У многих из них есть семьи, дети. У кого-то нет. Они просто приняли решение, что они асексуальны. То есть они говорят, все, я просто не хочу больше связываться в мече. Я хочу служить Богу. Никаких семей, никаких отношений и так далее. Абсолютно здоровые, полноценные, красивые, внутренне красивые, прежде всего, люди, которые жили во лжи, как и все мы. Евгений, обрисуй мне московского христианина или прихожанина церкви Восстановления. Обрисуй мне вот этого москвича, который служит с тобой Господу. Вот он сегодня в церкви и он выходит из церкви. Кто он такой? Нужно дать должное служителям и членам нашей церкви. У нас немного более тысячи прихожан. И больше 50% из них, наверное, процентов 60, может быть, 5, активно участвуют в каких-то служениях. Ноут контроль, то есть без проблем. То есть это их решение, это их достоинство, это их честь. На 70% это молодежь нашей церкви. Поэтому, когда он выходит из церкви, прежде всего, он носитель Божьей идеи. Он представитель Бога. Он не имеет права жить инкогнито. У него не должно быть в окружении людей, которые не знают о Христе, которые не знают о том, что Бог для него сделал. Для нас в церкви... Не имеет права. Не имеет права. Чтобы люди не знали об этом. У меня не должно быть знакомых, которые не знают о том, что я верующий. И о том, что какой Бог, что он для меня сделал. Мы в церкви считаем, что это преступление. Это относится конкретно к тому месту, где написано постыдяться. Вот. Не имеем права. Вот. Мы верим в вечность. Мы верим в небо и в ад. И то, что наши любимые нами люди могут туда уйти, если не покажем им любовь. Вот. Это человек-ответ. Прихожанин христианского центра восстановления. Во-вторых, это человек-ответ. Человек-ответ на нужду другого человека. Как смысл жизни. Я живу, потому что я могу быть полезным кому-то. И я могу быть Божьим инструментом для других людей. У нас очень много разных проектов, которые начались без моего ведома. Молодежь, которая помогает бездомным. Не просто кормит. Поднимает их достоинства. Делает красивые обеды для них. Показы мод. Реально это надо видеть. Разные подобные проекты. Усынови семью. Есть подростки наши. Это очень долго и много рассказывать. И в них участвуют сотни-сотни людей в разных проектах. Поэтому прежде всего это христианин, который лично перед Богом отвечает, насколько он свет миру. Я скажу одну вещь, которую я понимаю. И которую многие нас осуждают за это. Но у меня есть особенный взгляд на место из Писания в Библии. Где в Нагорной проповеди Иисус говорит. Так досветит свет ваш перед людьми. Чтобы они видели добрые дела. Чтобы люди видели добрые дела. Да. Я повторяю. Так досветит, чтобы люди видели. Иначе они не прославят Отца нашего Небесного. Меня многие осуждают за то, что я какой-то чересчур пафосный или нескромный человек. И так далее. Я очень скромный человек. Как сказал я себе Моисей когда-то. Но на самом деле мы очень много занимаемся пиаром наших программ и наших дел. Чтобы люди максимально видели эти дела. По-моему даже ты книгу написал. Пиар Иисуса. Вы все знаете. Вы меня знаете в будущем многие. И смысл. Я отвечаю просто в итоге на ваш вопрос. Мы пиар Иисуса. Ну как бы ты выбрал конечно такие слова. Оно как бы в принципе. Но оно хватает. Оно цепляет. Смотря для кого книга предназначена. Пиар это вообще как бы. Пабрик. Но оно как бы хорошо выбрано. Оно звучит. Оно звучит скажем так. Пусть звучит. Но я именно имею ввиду. Что нужно сделать Иисуса известным. Однозначно. Я с тобой вполне согласен. Что для того сегодня мы. Для того чтобы нести Господа. Использовать все возможные средства. Которые только существуют. Участвовать и в телевидении. И в ютубах. И где только можно. Входить везде. Проповедовать Господи. Говорить о Господе. Нести благую весть. Созидать людей. Освобождать людей. Всем чем ты можешь быть полезным. Для того чтобы Господь мог тобой пользоваться. Мы для того призваны. Мы христиане. Я говорю о христианах. О тех кто понимает эту истину. И для чего он вообще живет на земле. Евгений огромное спасибо тебе за твое участие. Было приятно. Наш сирь заканчивается. Спасибо за твое время. За твою искренность перед Богом. Ты такой нестандартный христианин. Я знаю кто тебя знает. Главное я христианин. Голос у тебя громкий. Звонкий. Особенно когда проповедуешь. Поэтому благословляем твое служение. Твою семью. Спасибо. И все что ты делаешь в Москве. Пусть Бог расширяет твои возможности перед ним. И вам всем спасибо за то что пригласили. Спасибо всем кто смотрел. Да. Друзья, мы благословляем вас. Смотрите программу «Влияние». Всего доброго. До свидания. С Богом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»